Вера 24 Вера 24 Вера 24 Вера 24 Вера 24 Вера 24 Там, наверное, нет ничего не сказано о каких-то вещах, которые сегодня есть в этом мире, но о компьютерах точно ничего не сказано, о том, как с ними взаимодействовать, не сказано об автомобилях, но о различных технических вещах не сказано. На первый взгляд кажется, что там также нет ничего, чтобы говорилось об таких, знаете, морально-этических вопросах, которые стоят сегодня перед людьми, о том, что значит можно ли делать или не делать искусственное оплодотворение, вопросы, связанные с эвтаназией и множество других вопросов, которые возникают у человека в современном мире. Но знаете, задавая эти вопросы прежде всего Богу, Библии, верующим людям, люди хотят увидеть и понять, а чем живут сегодня верующие. Может быть, они живут теми воззрениями 2000 лет назад, но немножко забегая вперед, как говорят сегодня молодежь, спойлер, да, они живут этими воззрениями. Но могут ли они быть актуальны сегодня, эти воззрения? Может ли истина, которая записана в Писании, быть актуальной сегодня? И как нам к этому относиться? Конечно, это слишком широкая, слишком такая обширная тема, о которой можно было бы говорить, наверное, часами и искать того, что Бог хочет в жизни человека. Но у верующего человека тоже встает вопрос, как ему относиться к миру, вот к такому неоднозначному, к такому, который ставит перед тобой определенные вопросы, которые ставят перед тобой преграды, которые пытаются, по сути своей, наверное, разрушить твою веру или ввести в смущение в определенное. Знаете, и верующие, бывает, проигрывают. Они проигрывают не в духовной войне, они проигрывают прежде всего в своем отношении, отношении к Богу, в отношении к этому миру. Я вместе с вами хотел бы сегодня как раз поговорить, а как нам относиться к каким-то вещам, и что Слово Божие говорит о мире, об этом мире внецерковном, в мире, который не знает Бога, и как нам жить в этом мире. С одного местописания я хотел начать, это первое послание Иоанна. Вы знаете, Иоанно достаточно знаменитое, это Писание. Первое послание Иоанна, вторая глава, и мы будем читать 15, 16, 17 стихи. Если у вас сегодня есть с собой Библия, вы можете открыть ее. Не полагайтесь на технические средства, особенно которые за моей спиной иногда там показывают не то, что читает проповедник, или не успевают показывать то, что читает проповедник. Но это ни в коем случае не претензия, это просто техника, которая иногда сбоит. Если у вас есть сегодня печатная Библия, открывайте ее, если в телефоне есть Библия, давайте вместе открывать Библию и читать. Здесь написано, не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Это слово Божье. Это слово, которое обращено к верующим людям. И знаете, наверное, перед каждым верующим человеком однажды встает этот вопрос. Каким образом нам не любить мир, по вот слову апостола Иоанна, мир, в котором действуют различные похоти? Встает вопрос, как нам иметь ту самую духовную безопасность в этом мире от тех похотей, которые есть? И как не допустить того, чтобы мир проник в церковь? В конце концов, очень важный и серьезный вопрос, с которым стоило бы разобраться, а что вообще такое похоть? Да, эта тема не очень приятная, наверное. Потому что оно касается жизни человека и того, что мы в этом мире делаем. Как мы поступаем, с кого мы берем пример, что вообще происходит в нашей жизни. И апостол Иоанн выделяет, ну, как бы такие три категории, я бы сказал, похоти, наверное. И он говорит о том, что похоть, есть похоть плоти, похоть очей. И третья категория, казалось бы, не совсем относится к похоти, потому что она прямо не названа таковой, но он говорит, что это гордость житейская. Если мы будем говорить вот обыкновенным русским языком, то надо было бы сказать, что апостол Иоанн выделяет, что в этом мире есть три вещи, которые касаются каждого человека. И хотим мы этого или нет, это задевает и нашу жизнь. Во-первых, это желание плоти, это желание, физические желания человека, которые возникают в каждом. Но когда мы читаем Слово Божие, тут написано, эти желания названы похотью. То есть это не просто желание, которое есть в жизни человека, это желание, которое не признают определенных границ, установленных. Но кем установленных и как они установлены, это другой вопрос. Но это желание, которое переходит границы. Похоть очей, то есть то, что человек желает видеть, или образы, на которые он смотрит, то есть когда у человека возникает желание смотреть на то, на что, может быть, не надо было бы смотреть. А если мы говорим о верующем человеке, на то, что Слово Божие говорит, что не это может приводить ко греху человека, когда он смотрит туда. И третья категория, это обыкновенное, ну я бы назвал это маленько по-другому, самомнение, которое может быть у человека. Самомнение, которое именно происходит от гордости, самомнение не просто как чувство достоинства, или когда ты осознаешь, кто ты есть, как личность. Это что-то большее, когда ты начинаешь превозноситься над другими людьми. Когда ты пытаешься показаться или представить себя тем, кем не являешься, наверное, или кем бы ты хотел быть, и всячески пытаешься вот этим человеком показаться для других. Апостол Иоанн говорит, вот эти три вещи есть в жизни людей в этом мире. Есть ли они в жизни верующих людей? Это риторический вопрос, который стоило бы задать, и на который для себя, наверное, надо было бы получить ответ. Потому что касается ли это меня? Когда мы говорим, что эти желания, они не ограничены, мы бы могли сказать, да нет, я, ну как бы, хоть как-то, но могу свои желания ограничивать. Так ли это или нет? Попробуем сегодня вместе разобраться. Коснуться этого и разобраться с тем, что же с этим делать. Так вот, говоря о похоти, прежде всего мы должны сказать, что похоть, она сродни идолопоклонству. Сродни тому, когда человек поклоняется кому-то отличному или чему-то отличному от Бога. От Бога живого. От Бога, который сотворил человека. От Бога, который дарит человеку любовь и хотел бы, чтобы человек чувствовал себя полноценным и счастливым. В Евангелии от Матфея, 5 глава, с 27 стиха. Написано так. Вы слышали, что сказано древними, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. И я здесь остановлюсь. Знаете, Христос, говоря о состоянии сердца человека, Он говорит о вожделении, которое может быть в сердце, ну, в данном случае мы понимаем, сердце мужчины. Но ведь по большому счету это состояние не только присущим мужчинам, но и женщинам, то есть вообще человеку. Христос разговаривал на арамейском языке, когда говорил эти слова, а вот евангелист Матфей написал это на греческом. Но то слово, которое использовал Матфей, оно интересно тем, что он использует слово сродни слову идолопоклонства. Всякий раз, когда говорилось о вожделении, всякий раз, когда использовалось это слово в греческом языке, это слово использовалось по отношению прежде всего к идолам, и к желанию сердца человека к идолу. И тогда мы можем сравнить вот то состояние человека, которое есть в его сердце, с состоянием отношения его с Богом. Вы знаете, кто-то скажет, ну здесь же говорится вроде бы вот о том, чтобы не желай, здесь говорится о том, чтобы тебе куда-то нельзя смотреть просто, тебе чего-то нельзя желать, но на самом деле Христос говорит не просто о том, что чего-то нельзя желать, Он говорит о другом состоянии, о состоянии, когда человек пытается найти удовлетворение своему сердцу, совершенно не в том, в ком надо это искать. Все слово Божие, если бы мы могли сегодня прочитать его полностью, мы могли бы увидеть, что Бог с каждой страницы буквально обращается к человеку и говорит, я тот, кто способен принести твоему сердцу мир, покой, кто по-настоящему может дать удовлетворение в жизни человека, и мы можем видеть, что практически в каждой книге священного писания люди, они уходят от Бога, они ищут чего-то другого, они пытаются как бы наполнить свою жизнь счастьем, но без Бога. И вот это состояние борьбы постоянно происходит в жизни человека. Ты не знаешь, или вернее, скажем так, не всегда мы оцениваем, когда наши желания, они нормальные, когда они начинают переходить определенные границы. Когда Христос говорит о вожделении, проще, наверное, было бы сравнить вот это вожделение или идолопоклонство с таким понятием, как жадность. Ведь жадность, она тоже показана в Слове Божьем, как состояние, греховное состояние человека. Вот это вот вожделение, оно относится к подобному состоянию, когда ты чего-то хочешь, и ты не признаешь границ, которые есть в получении этого. Я хочу это получить. И я хочу это иметь. И это не только касается интимной жизни, это касается финансовой жизни, это касается славы человеческой, это касается практически любой сферы, даже в конце концов это касается, я бы сказал, сферы питания тоже. И вот какую бы сферу мы сегодня с вами не взяли, мы можем найти один и тот же принцип, который в Слове Божьем просто назван. Вожделение или похоть. Но я бы хотел, чтобы мы на примере жадности посмотрели на это понятие и для себя определили, что может происходить с нами. Знаете, понятие жадности включает в себя, во-первых, наличие эгоизма в жизни человека. Ведь когда мы говорим о жадном человеке, ну что бы мы сначала прежде всего бы сказали об этом человеке? Что он эгоист, правда? Жадный человек, он собирает что-то для себя. Давайте возьмем финансовую сферу и скажем, что в принципе Слово Божие нигде не ограничивает и не говорит о том, что богатым человеком быть плохо. Оно говорит о том, что человек может иметь состояние, он может и этим состоянием пользоваться. Впрочем, многие герои Библии, они были достаточно состоятельными людьми. И если мы даже говорим о Христе, то вспоминается тот самый сундук, который носил Иуда, в котором было 400 динариев, и это в принципе не маленькие деньги были на то время. Представьте себе, что если бы мы могли сравнить, то, наверное, это было бы годовое жалование, которое можно было носить с собой. Ну, если у вас с математикой не сильно плохо, то посчитайте, сколько у вас приблизительно доход в месяц, умножьте это на 12, и вот представьте, что если бы это касалось вас, и у вас с собой бы постоянно была эта сумма. Дам вам 30 секунд на то, чтобы посчитать. Или больше надо. Ну, просто чтобы оценить. Знаете, когда называют большие цифры, там, миллионы, миллиарды, как-то тяжело это умещается в голове, а когда это касается лично тебя, ну, сколько это может быть, там, средняя зарплата, у нас говорят в России, не буду называть эти цифры, ну, минимальная оплата труда сегодня, которую человек бы должен был получать, там, 15 тысяч. Сколько? 13 500. Ну, я округлил до 15, потому что так считать легче. Давайте посчитаем. 15 умножить на 12. Кто-то у нас есть, кто хорошо умеет считать деньги. 180 тысяч. Представьте себе, что вот если у вас минимальная оплата труда, и вы бы, у вас с собой постоянно было 180 тысяч рублей. Как бы вы себя чувствовали? Вы бы сказали, вообще бы никаких проблем у меня не было бы, да? Даже если у меня больше или меньше, но если эти деньги всегда с собой, я бы всегда было бы хорошо. Но если вы знаете, что у этого человека с собой такая сумма денег, и вы бы сказали, слушай, есть нужда, пожалуйста, займи. А этот бы человек вам сказал, мне самому не хватает. Деньги любят счет. Надо беречь их. Как бы вы такого человека назвали? Скупердяй. Это другое название жадности. Правда? Конечно, я понимаю, что у каждого из нас есть сбережения, наверное. Я предполагаю. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то их нет вообще. К сожалению. Но послушайте, человек жадный, это не человек, который может иметь какое-то состояние. Это человек, который при любой возможности ищет того, чтобы его состояние, во-первых, не уменьшалось, во-вторых, приумножалось, и в-третьих, он ни в коем случае не будет помогать другим людям, даже при крайней нужде. К сожалению. Второе, что можно сказать о жадности, помимо эгоизма, это всегда связано с тем, что человек жадный, он подвержен зависимости. Он зависим от своего состояния. Ему всегда мало. Ему хочется больше. И он считает, что он первый должен получить то, что нужно получить. И третье определение, которое вот в этом определении, о чем ему надо было бы сказать. Знаете, у этого человека есть всегда фантазия. Фантазия о том, что бы он сделал с деньгами, если бы у них было какое-то определенное количество. Такие люди любят мечтать. Вот если бы у меня было полмиллиона, я бы сначала съездил на море. Илья, пусть Илью благословит Господь, и он съездит на море, да, Кать? Это желание сибирских людей, море, оно просто, оно не уходит из наших сердец. Но представьте себе, вот таких людей, которые начинают просто мечтать. Если бы у меня было. Знаете, если вот эти все три составляющих, они сходятся в одно, то можно сказать, что этот человек живет в неправильном состоянии. Это состояние эгоизма, состояние зависимости от тех финансов, которые он имеет или не имеет еще. Это постоянные фантазии о том, чтобы он сделал. Помнится, ну, наверное, с десяток лет назад, вот, в такой финансовой сфере было модно визуализировать. Может быть, кого-то это не коснулось, но я с некоторыми людьми сталкивался, когда говорили, хочешь хорошую машину? Распечатай фотографию, повесь ее везде, на зеркале в ванной, в комнате, на кухне у кухонного стола и постоянно думай об этом. И я, к сожалению, знаю людей, которые, знаете, разбились об эти фантазии. Вместо того, чтобы жить реальностью и позволить Богу направлять их и вести, чтобы Бог благословил их жизнь, они разбивались о фантазии, которые были, ну, просто нереалистичны в их жизни. И тогда люди забывали о том, что вокруг них есть другие, которые нуждаются сегодня в помощи. Я еще не видел ни одного человека, который помогал бы другим людям и сам бы в итоге был в недостатке. Ну, хотя, наверное, это громкая фраза, ведь не всех людей я знаю, не каждую ситуацию видел, но тех, которых видел, я понимаю, что люди, которые заботились о других людях, они получали благословение в Божии в своей жизни и сами не имели недостатка, а иногда то, чего в принципе не желали, в своей жизни начинали получать. И потом еще спрашивали, за что мне это? Но, наверное, каждый хотел бы такого за что. Давайте попробуем переложить вот это состояние, когда мы говорим о жадности, но... Иисус в Евангелии от Матфея, да, вот в этой Нагорной проповеди, то мы можем увидеть, что человек, который ведет себя эгоистично, он будет требовать от другого то, чего хочет, совершенно не думая о нужде человека. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...